Панзанелла Хлеб засыхал, а не смачивали его морской водой и соком помидоров. Что нам понадобится для нашего вкусного итальянского салата? Нам понадобится хлеб и всякие разные овощи. То есть это такой вегетарианский салат? Да, будет похож на него. Приготовление начинаем с самого главного – белого хлебушка. И для начала освобождаем его от хрустящей одежды. Нам нужна только мякоть. И будем его потом запекать в духовке на 180 градусов. Получатся такие сухарики у нас. Главное не проворонить. Так, посмеялись и хватит. Нам как-никак сухари подрумянины и нужны. Так что отправляем их в печь буквально на несколько минут. На смену сухарям пойдут болгарские перчики. Им духовка прописана для смягчения нрава. И надо сказать, сдались они без боя. Вид у них, надо сказать, непрезентабельный. Ну, само собой он запекался. Сейчас мы его очистим и будет все нормально. Презентуем, так сказать. Как только сняли с перца в черную робу, тут же нарезаем их на мелкие кубики. А вот черри делим на четвертинки. Помидоров потребуется много, потому что они нам подарят сок. Для этого выкладываем их в сито. Чуть-чуть сахарим и солим. Все, можно есть? Нет. Сейчас оставим в сторонку на 20 минут. Будем нарезать другие овощи. Это красный лук, жгучий чеснок и веточка сельдерея. Может, я лучше сельдерей порежу? Давай. Но сначала нам надо будет удалить оттуда кое-что. А это я уже умею делать. Обязательно удаляем шкурку. Да. Вот эту вот. Без нее сельдерей мягче и вкуснее. А в сочетании с мелко нарезанным чесночком, лучком, красавицей петрушечкой и секретным ингредиентом каперсами, палитра вкусов удивит. Кажется, мы что-то забыли. Огурец. Как мы его режем? Кубиком. Только покрупнее. Все. Дальше мы смешаем наши сухари с помидорами и с болгарским персом. Давай быстрее это делать уже. Хочется попробовать скорее. Давай. Моэл Строш, что же дальше? Дальше мы будем сочетать симфонию вкуса и доводить до конца соус. Сок, который нам дали черри, мы его добавим туда, винный уксус. Можно использовать белый или красный. Заправляем наш салатик и выкладываем остальные ингредиенты. Все хорошенько перемешиваем, посыпаем листиками базилика и поливаем солнечным оливковым маслом. Ах, какие ароматы! Настоящее итальянское лето на тарелке. Вуаля, можно пробовать. Вы записывайте рецепт.